В перерыве я сказал, как бы игра не складывалась, как бы она не складывалась, надо играть до последнего, последний фискал. Еще раз говорю, характер он определяет всех, поэтому еще раз убедились, что от конца играет, проявляет характер и победу походим. Леонид Клинецов говорил, что очень разозлились на интервью финского игрока. Да, да, да. Ну, это хорошо. Это их неправда. Вы играете завтра днем, времени практически не остается, да, на восстановлении. Как с этим бороться? Сейчас самые главные эмоции заглушите, лечь спать, без раскатки завтра, пообеду. Какие шведы, вроде бы, проиграли первый матч, да? Сейчас вторая-вторая игра, что-то будет меняться? Самое главное восстановиться. Все будет решать физическое состояние. Я думаю, примерно две равные команды, первая игра показала, что... Ну, они забили на меня, точно. А так равные игра были. Поэтому самое главное, чем физическое состояние. Привезти ребят, в общем-то. Более-менее наносится. Удачи. Валерий Николаевич, предматчим, все говорили, что получается разная команда, и очень тяжело искать результат. Но, в общем-то, быстро, как... Ну, не быстро, а велик, потому что в какой-то встрече 3-1, в общем-то, как мы сумели вырвать победу в конце. Вот, из пресс-служб показалось, что у нас наша команда заметно действовала слабее именно в средней зоне. Вы согласились с такой точкой зрения? Я еще раз повторю. Я вот отвечал же на этот вопрос, что мы приехали из холодного дворца в теплый. Намного здесь, я не знаю, там, градусы на 4-5, здесь температура выше, чем в том дворце. Поэтому это ожидаемо, в общем-то, было. Поэтому не хватало такой легкости, свежести нашим игрокам. Вот в этом я. А финны играли здесь весь турнир. Они уже адаптировались к этой обстановке. Поэтому, я думаю, вот сегодня так немножко тяжеловато, но я думаю, они, так скажем, пробили это все. Я надеюсь, что завтра будет лучше. Многие отмечают, что наша команда, ей свойственно, когда вот она горит с таким счетом, и столько, мало времени остается до конца матча, все начинают играть по одиночке и бежать, спасать Россию. Но сегодня у нас как-то так получилось и спасло. Вы как-то это одобряете? А как по одиночке? Кто бегал? Кто бегал по одиночке? Евгений Кузнецов, в общем-то, обе шайбы забросы за счет собственных индивидуальных действий. Один в один против защитника вышел и обыграл защитника. Это же не взял шайбу от своих ворот. Очень грамотно сыграл Калинин. Принял на борту шайбу, сделал движение к себе в зону и на свободной лёдве выкинул Кузнецова, который вышел против одного защитника и обыграл. Вот это командная игра. Показалось еще со стороны то, что Евгений Кузнецов получил удаление за 4 секунды в чужой зоне. Мы играли в Мишесвене, но нам абсолютно не нужно. Как он говорит, там сомнительно, он особо не что-то там сымитировал. Надо смотреть, потому что сейчас сложно говорить. В общем-то, ничего не делал он игроку. Я думал, удар там в лицо был, там ничего не было. Сбразил только? Да, задел вроде. Ну, я говорю, это он говорит, надо смотреть, поэтому... Значит, судья удалил, значит, там что-то было. Ну, не очень... Показалось, Кузнецов начал не очень удачный турнир, за счет чего не удалось добавить, что он и со шведами, и с канадцами он выглядел, ну, скажем, бедновато. Последних матчей, как раз. Я еще раз говорю, эти игроки влились, нужна адаптация. Потому что, и, в общем-то, так скажем, он и приехал поздно в команду, там всего, там, пять дней, там, с этими визами вывозились. Такого вот целенаправленного подготовки у них не было. Вот, пришлось две игры играть, чтобы вкатиться в турнир и форму приобрести нужно. Игрой защитников все ли удовлетворены, все-таки моментов-то была, без конкретных элементов. Ну, ничего, это наши игроки, поэтому, ну что, ну что мы будем. Больше, лучше у нас нет. Я еще раз говорю, самое главное, это все-таки характер самодачи. Валерий Николаевич, сегодня Зайцев был в заявке, но так не вышел на лед. Ну, у него больная рука. Хотя он рвался, но раскатки посмотрели, ну, что бросает. Пас вроде неплохо, а с бросками проблемы. Поберели, вот завтра, наверное, не знаю, посмотрим. Спасибо.